25 лет назад на карте Славянского района появилось новое поселение – Маевское. Его можно описать несколькими словами – уютное, красивое, с живущими там трудолюбивыми, щедрыми и гостеприимными людьми, которые умеют хорошо работать и хорошо отдыхать. Четвертьвыковой юбилей своей малой родины хуторяне отпраздновали весело и хлебосольно. Для жителей и гостей поселения была подготовлена большая праздничная программа с концертом, подарками, угощением пловом и шулюмом, показательными выступлениями казаков. Подробности в следующем материале. Есть в нашей стране селения, на карте их не найти, но в них живет дружба, надежда, здесь счастьем наполнены дни. В Маевском сельском поселении дни действительно наполнены дружбой и счастьем. Иначе как объяснить ту неповторимую атмосферу добра, сердечности и гостеприимства, что царило на празднике по случаю 25-летнего юбилея поселения. Жителей с днем рождения их малой родины поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Сегодня действительно большое событие в истории Маевского поселения, потому что четверть века – это серьезная дата, которая отмерена на судьбе данного поселения. Я с огромным уважением и с гордостью передаю слова поздравления нашего главы Романа Ивановича Синеговского с этим замечательным праздником. Передаю вам слова благодарности за ваш труд, за ваше усердие в деле становления тех малых хуторов, жителями которых вы являетесь. Много планов на развитие поселения – это строительство клуба и строительство небольшого спортивного зала. Это все будет выполнено в ближайшие годы. Конечно, нельзя в праздник приезжать без подарков. Мы тут небольшую сумму от администрации Славянского района на развитие поселения вам дарим. Деньги уже перечислены на лицевой счет поселения для того, чтобы поселение смогло развиваться. Ну а все остальные события, о которых мы говорили, они обязательно свершатся. Почетный житель Маевского сельского поселения Георгий Чмелев рассказал об истории становления поселения. О людях, чьи имена навсегда будут вписаны в летопись трудовых и культурных достижений поселения. До образования Маевского сельского поселения хуторами власть в хуторах осуществляли председатели квартальных комитетов. Вы отлично, старожилы, отлично помните Сухаря Василия Захаровича и Уткина Виталия Ивановича в хуторе Маевский, Лысенко Тимофей Андреевича и Городничего Ивана в хуторе Сербин, Казакова Владимир Ивановича в хуторе Колесников, Федиска Бориса Григорьевича и Разумееву Нину Ивановну в хуторе Троицкий. Это они осуществляли всю власть на хуторах. Жители, внесших свой вклад в развитие поселения, отметили благодарственными письмами и памятными подарками. Выражаем благодарность Дулепиной Валентине Владимировне. Регистрация новорожденных и брака была признана эталоном с 1994 года заведующим общим отделом администрации Маевского сельского поселения. Среди награжденных в праздничный день был и Николай Камозин. Николай Владимирович всю свою жизнь прожил здесь. Около 10 лет возглавлял администрацию Маевского сельского поселения. Родился, крестился, тут и сгодился. Всю жизнь прожил на этих хуторах. Судьба сложилась так, что пришлось работать и механизатором 20 лет, и управляющим 5 лет. Затем 9,5 лет главой администрации. Это наша малая и большая родина. И хотелось, чтобы она процветала и было всем хорошо. Будем для этого все делать. Для каждого, кого чествовали на празднике, Маевское поселение – это неотъемлемая часть жизни. Родной дом, семья, друзья, любимая работа. И даже те, кто сюда приехал, считают поселение своей малой родиной, которую невозможно не любить. Я живу здесь 20 лет. Оно, конечно, самое любимое, самое красивое. Когда я приехала сюда, первое, что поразило, каждый ребенок, каждый взрослый обязательно поздоровается. И вот это пожелание здоровья друг друга, на этом, наверное, основано отношение вообще людей в этом поселении. Жители с юбилеем их малой родины поздравил глава поселения. Андрей Дмитриченко рассказал о планах и перспективах развития хуторов, пообещав, что будет делаться все возможное для создания комфортных условий для жизни односельчан. Хотелось бы поздравить всех жителей нашего поселения с этим праздником. Пожелать всем здоровья, счастья. И хочется пожелать еще, чтобы они знали, что администрация, они их не забывают, что большие планы администрации. Первые планы, например, это планируем мы здесь спортивный комплекс в хуторе Маевском. Я думаю, что вот сейчас проектная документация у нас уже будет заказываться. И на следующий год мы начнем строительство. Конечно, большое спасибо Роману Ивановичу при его поддержке, при его подталкивании всего этого процесса. Он курирует это. Большое спасибо. Мы, конечно, сами не потянули этот вопрос. Вступили в программу по строительству дорог. В этом году нам выделили 4,5 миллиона на строительство дорог под именно асфальтовое исполнение. На дальнейшее мы планируем также вступать. Вступаем в программу облагоражения хутора. Будем строить парк в хуторе Сербин. И, в принципе, очень-очень много планов, которые за одну секунду их просто не расскажешь. Ну, с праздником всех. Для гостей праздника юные жители и артисты ансамбля казачьей песни подготовили концерт. А в это время на импровизированной кухне кипела работа. Казаки районного казачьего общества готовили праздничное угощение. Для угощения маевского сельского поселения приготовлен плов. Это наше коронное блюдо. И шулюм. Прошу к столу попробовать. Плов и шулюм действительно получились знатные. Вот так вкусно, душевно и интересно отметили 25-летие своего поселения жители Маевского. Россия, Родина моя, моя любовь, моя отрада. Россия, Родина моя, не твоей Родины не надо. я люблю майорское поселение потому что я здесь живу потому что здесь добрые отзывчивые люди потому что здесь трудолюбивые люди потому что здесь всегда есть кому обратиться и сходить в гости люблю уважаю людей люди уважают меня а это главное я люблю потому что здесь мои родные моя родина здесь весело уютно такие мероприятия очень часто проходят где я являюсь волонтером поэтому здесь очень нравится в сельском поселении находится казачья школа в которой очень добрые учителя и дружелюбные дети они рады приветствовать всех вокруг и мы думаем что хутор майорский будет улучшаться только в хорошую сторону что вы хотели пожелать майорскому поселению чтобы работали еще лучше чтобы работали еще лучше на благо нашего народа который живет в этом поселении и на благо россии всего самого наилучшего анна монастыренко игорь иванчиков программа события